Дело Мухаммедшиных никак не может подойти к концу. Сегодня состоялось слушание по рассмотрению апелляционной жалобы, которую их дочь Венера подала в августе 6 числа. Нужно отметить, что первый судебный процесс был в пользу Наиля и Фераи Мухаммедшиных. Подробнее у Мира Мгульсал Кимбаевой. На прошедшей неделе мы показывали сюжет о том, как родная дочь выгнала своих родителей из их собственного дома. Дом, который находится по улице Казахстанской, 104, был куплен отцом Наиле Мухаммедшиным на деньги, которыми выделили из шахты. Думая о том, что после их смерти дочь будет много суетиться, переоформляя дом на свое имя, отец и мать решили сразу оформить квадратные метры на дочь Венеру Мухаммедшину. Это и есть ошибка родителей. На протяжении года под старостью лет Чита скитается по съемным квартирам и по судам. Сегодня было первое слушание по рассмотрению апелляционной жалобы. Нужно отметить, что у пожилых людей нервы на пределе. Ну, что ли, сколько можно было? У меня сил нету, сил нету, все. У меня нет, все у меня нету. Год уже, год уже скоро будет. Год. Мы ведь просто людям, людям мы молчали. Стыдно было от вас, соседей, от вас родных, от друзей, которые на себя ведут. А потом уже все, мы вынуждены были. Все, устали мы. Сколько теперь можно было? Венера Наилевна прийти на судебный процесс не соизволила, а представители Венеры Мухаммедшины пришли, но с опозданием. Теперь от искового заявления о выселении своих родителей дочь отказывается. Нужно отметить, что только от искового заявления, а не от апелляционной жалобы. А если вторая сторона согласится с этим решением, то собственником останется Венера. Это значит, что вернувшись в дом к своей дочери, с Наилем и Ферроем Мухаммедшиным может повториться подобная история. А юрист Наиля Рахимовича считает, что и в этот раз фортуна окажется на их стороне. По суду первой инстанции нами были представлены и свидетельские показания, и ряд письменных доказательств, подтверждающих того, что Мухаммедшин на момент приобретения дома вел переговоры лично сам. Также был платежеспособен, то есть у него именно были деньги. То, что он передавал деньги за приобретаемый дом. Но, к сожалению, подписан там договор, вот, стала его дочь. Поэтому мы считаем, что, значит, решение суда первой инстанции, вынесенной судьей Жалкеновым, законное и справедливое. Утешение на сегодняшний день для несчастной семьи – это их друзья. Мухаммедшиным помогают все, чем только могут. Вот и сегодня все приехали поддержать старых друзей. Я всегда помогала каждый год и картошку сажать, и копать. Всегда у них была, как у себя дома. Всегда им помогала, потому что они больные были. А дочка у них дома сидела, маленький ребенок, годик ребенок был у них. Но у нее такое общение, то, что я с первого раза, как я к ним пришла помогать, надо было там немножко на кухне помочь, там немножко по строительству, то, что они после операции. Она так себя вела, что я чуть не упала с табуретки. Она так ударила мать, и все шторы начала швырять, рвать, все бить, и все. Это я думала, она психовная такая, я испугалась сама. Дом действительно куплен родителями. Венера только что закончила учебу, она же училась, только что начала работать. У нее никаких денег и ничего не было. Она до сих пор жила за счет родителей. Кормили, одевали, обували ее, все. А то, что после этого они ухаживали за девчонкой, девчонку воспитали. У нее не было денег, нет и не будет. Нам шахта выплатила очень маленькие деньги. Я даже не могла купить за эти деньги одну комнату. Поэтому занимали, и Наиль занимал деньги купить себе дом. И прошел, говорит, тетя Лена, я занял деньги, купил дом. И переписал этот дом на дочку. Пусть ей будет легче, как мы умрум, чтобы ей легче было волокитовать. Надеемся, что эта история будет со счастливым концом. И точь Венера Мухамедшина в скором времени одумается. Миром Гуль Салкимбаева, Тулигин Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.